ну чего себе могу сказать вот такое вот местечко нашел более-менее рядом опять же болото но я не нашел ничего лучше я довольно таки долго плавал смотрел на карту и ничего дельного я так и не нашел к сожалению вот это еще более-менее мне подойдет моим критериям песчаные черви же точно а насчет песчаных и червей над подумать немножечко так как этот момент упустил немного ладно здесь тогда и отстраивать не буду ничего блин стой буду строиться на голой площадке тогда вроде все равно удалено всего кошмара который здесь есть конечно тоже есть кошмар здесь хотя бы есть шанс хоть какой-то чего-то сделать дончик у скорпиончика думаю ты один удаляешь милый маленький скорпиончик проблему могут бронда ток составить на буду строить железо сразу так что вряд ли это будет мне проблемой надеюсь паучиху мать я здесь не найду иначе будет мне бобон располагаюсь я вот здесь вот это вот так ладно скажу координаты 60 слева внизу 70 и получается 73 на 60 где-то 5 73 на 65 в этой точке я вот таком каньончике но я не знаю друзья где еще можно расположиться потому что между равно удаленная стадия от болота и мне нужно хотя бы бегать маяки собирать каждый раз через врата путешествовать это тоже мне не в кайф но тут все близко так относительно здесь лестницу сделать можно спокойно будут ползать под еще вопрос том как бы тут поаккуратнее все расположить тогда а почему здесь поселился жить вот поэтому от сюда за 0 и сейчас я приплыву и здесь чаек нету там я нашел одно местечко более-менее там чай чаек я не очень-то люблю цените за оцените в эту красоту ранее больше нет и всех убивал да посмотрите можно попробовать будучи рыбалочкой заняться если честно но я не знаю пока я прокачивался на это и не так это далеко от зимнего биома то есть я смогу спокойно кататься и туда и сюда и еще артефакты собирать смыть сколько рыб по-моему нормально гря не знаю для меня это тоже вопрос хороший это у нас кто альфы линия альфа и чё надо блин вот здесь я расположусь именно вот на этой площадке буду чтобы она ровная буду на не начинать отстраиваться ну с проводкой конечно будет тяжело желательно какой-то двойное дно чтобы проводку поставить адекватно улетающие камни в воздухе это не проблема вот здесь располагаться мы уже увидимся когда я более-менее хотя бы что-то подобие какой-то базы сделаю ну а пока кому понравилось ставьте лайки комментарии вопрос оставляйте под видео на ю тубе с вами был многострадальный черный металл который еще пытается как-то отстроить себе красивую базу чё с тебя есть а че ты с пустынки прилетел а я я я я я я с пустынки шилка прядик прилетел селитра мне принес селитра мне сейчас не нужно так 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 как здесь правильно бы расположиться там садится или всходит на вас где я забыл если встает солнце пел мое ладно как-то так придется базу располагать ладно еще посмотрим всем удачи всем пока приветствую всех дорогие друзья с вами черный металл эта игра арксурвайл и волос и так делаем кое-что всегда показать вот что-то окажется забывал чуть-чуть посмотрел по своим видео смотрите такая вот есть фишка в общем это грозовое облако она ну разрушает короче ваши постройки чтобы вы понимали она вот такая участь любители 1 уплыву я вот чет проект забыл а вот теперь я вспомнил я не помню железо она трогает или нет теперь жесть да долбаная блин косатка веришься мне зрителям еще показать прикольно в общем если вас настигнет такой грозовой шторм он сейчас меня настигнет я не знаю база железный выдерживает я не помню я помню точно деревянная летит к чертям соломенная вообще-то они даже говорить смысла но вот такая вот есть грозовой фронт хотел вам показать на всю забывал редко бывает конечно если блин он бывает убывает по еще одна причина по которой я хотел там поселиться жить он там есть удивительно что сюда идет до садись дятел не знаю куда он сейчас пойдет от него желательно мне упал или игра как будто знает где я хочу построиться вот такую мне подлянку делаю я очень все не айс я хотел построиться вот у тебя не получается срачка пердячек ну вроде она там далеко блин она меня тут не застала значит будет мнение алё все прошло вот такого фигня хотел показать грозовой этот шторм очень опасен для соломенных деревянных сто процентов он там все вообще с одного удара короче у вас если был деревянный домик что на этой карте не строилось дерево как мне писали я говорил это но это не вошло ни в одну серию потому что я как вы поняли делаю с кусочков с кусочков довольно таки это все непросто и бывает некоторые моменты приходится удалять не 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 только не с этой фигней я не хочу с тобой связь хотя давайте попробуем ее убить охрените и убил я думал это вообще невозможно потухшее мясо кожа ну блин спасибо зомби зуду артефакте хоть давайте посмотрим чем не даст тот исчез да мило то да понятно в общем такие здесь грозы бывают которые смотрят ваши постройки я вспомнил я аж сервер свое время видел который чему-то был очень пустой и был он пустой именно по причине того то что это гроза она все уничтожает то есть от нее нет практически спасу никакого она будет бывает везде у меня просто она была над головой но если я постройку свою не закрою и посмотрим вот как железо будет выдерживать разум если конечно я смогу ее записать и увидим ее это редкое явление игрок он никак не привязанно привязана карте абсолютно случайном порядке ладненько друзья я тогда тут буду пытаться отстроиться и если смогу и будет гроза либо я пойду в пещерку я вам обязательно это покажу увидимся далее умеешь блин говорится сделать приятное так это у нас кажется гигантозавр если я не ошибаюсь вокруг моей базы тут начальной бродит но не рекс не напоминает мне рекс вроде гига да это гигантозавр намного круче вам ох да так а вот с гигантозавром то будет у меня проблема это уж заразу так просто не одолеешь так сейчас я покажу чё я на базе сделал разными тут бред творится так 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 тихо тихо ну а насчет гигантозавра который неподалеку ходил я его отвел и как раз решил посмотреть уж происходит то такс и у меня полин вроде это ё-моё не это место немного бесит ну да ладно ну в этом месте вот такие подвесоны бывают надоело как я рад что я почти с него свалил а все наконец-то не лагов ничего ой какое красивое место то блин как я его обожаю кто б знал так и гигантозавр но это проблема блин это уж хреновину так просто не убить здесь чё плохо у меня с модом как бы я вот рейты не трогаю проблема остается проблемой в том что даже без тронутых мной рейтов гигантозавр является гигантозавром в каком смысле в том смысле что он быстрый так хотеть одеть все шмотки нафиг сломанут гад лучше так тогда чем никак вообще так ну а то есть когда я захожу в меню ты перестал обновляться так что бы тебе дурная птица мне же не до тебя странно что он меня не съел вот еще один дурак появился господи помил ты тоже? нет так и надо придумать мне что с этим делать потому что если он на базу придет немало не покажется господи у него броня такая же о-хо-хо-хо-хо-хо о-о-о-о-о-о я и забыл про это ох как же я про это забыл что у него есть бешенство твою налево ох я идиот блин за патронами срочно он тут сейчас ладно же вы вы ее как же я про это мог забыть толпанное бешенство их не слушайте чего мне так с головы то это вылетела у них же свойства забыл они в бешенство входит впадает ярость когда у них там хп остается 50 процентов если я не ошибаюсь я на предыдущих картах ни разу не видел гигантозавров только видел этих спящих дурней которые на них похожи все патроны где мы так все побежали короче надо его валить иначе он сейчас мне респ собьет у меня здесь будет такой трататуй что я забуду как меня зовут его над полюбасу валить второй вопрос как конкретно эту хреновину завалить до я не люблю гигантозавров они слишком зараза мощная так стаминка нормально жертвам она норме водички выпьем пробуем опять а лент это бесполезно его убивать по ходу дела есть зловно это хреновина то она и лутецкий то в нем не тоже не очень такой дурный завалил даже уровень поднял нормально опять если рюкзак сломал так через собой топор этот не ношу что да и не ношу давайте хоть попробуем ножичком сырое мясо сырое мясо первосортничек опять первосортничек происходит вот и я думаю яичко нашел я потом тут хочу салтурить и коллекторы поставить давайте покажу что пока я строю будет такая как раз серия как это назвать то скорее всего будет компоновочное такое видео по постройке своей базы и тут пока вещи ночью перенес устроить невозможно бронтов тут всех перестрелял они меня достали выхожу я значит с врат с меня бронта хвостиком машет я улетаю в воду где меня встречает 6 пираньи и два крокодила опять спинозавр здесь приперся это вы достали уже кыш от моей рыбы ну нифига вас здесь и куда ушел сволочь слышно да ёб где еще один этот гад достали мы рыбу жрать каждый раз одно и то же захожу блин тут пять-шесть пинозавров рыбу жрет а это блин еще уровень поднял да согласен оружием было мне потом на больше пока ни к чему нету в общем вот такая вот у меня оборонка пока на данный момент лучше я их уже сделать не смог я хуже могу и лучше не могу так берем пока потом переставлю в общем-то шипы шипы стоят у меня вдоль и поперек не понял потому что прибежала какая-то тут бабу я которая мне вот этот ряд весь нам брак прочесала до двери я тут пристрелил что пришлось усилить это я когда один ряд я ставил теперь усилил так вот давайте-ка примерно может хоть так покажу собираюсь тут еще поставить блоки потом еще турельки живые поставить а насчет основных турелей я не знаю пока пульт управления вроде так сделал пока ну надо бил переделать я потом конечно этим займусь но не сейчас сейчас я пока шмотки ношу надо топор свой наконец-таки забрать что-то уже запарился выкладываю каждый раз почему-то как это вообще выбросить этими я не пользуюсь мне неинтересно как-то не вижу в них смысла слишком беспонтовая из выражения хреновина я и так опыт могу прокачать с ними неинтересно а где у меня топор вообще забавно очень забавно топора я не вижу электричество я пока не проводил в общем-то вот он делаю пока второй этаж здесь думаю как заделать вот дверной проем блин с этими лестницами господи какой же это сущий кошмар наверное каждый с ним встречался я потом думал еще может здесь как-нибудь сделать площадочку я может потом переставлю потому что мне приходится два проема использовать как будто я не знаю как будто у меня там не два метра роста а три с половиной блин не очень-то это приятно здесь я тоже турели планирую разместить не знаю органические или нет хотелось бы как-нибудь поинтереснее ну ладно посмотрим что получится у меня пока удобрение тут бегаю кстати собираю вон у меня стоит этот композ собираю удобрение и пока делаю врата почему так далеко стоят сейчас я вам объясню вот к примеру так тихо 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 тих пока дорога в рай за мнт врата то не работают ай тихо так посмотреть инвентарь где ты сюда сейчас покажу бежим о давайте даже так отведу как видите чтобы вот это вот ерунда не задевал внутрь базы просто стояла назначально у меня вот где-то вот здесь вот да я тут баловался но в итоге доходил до середины нет насчет ночью освещение прикольное днем извините но нет вот сегодня лучик спускается сейчас бегаю подберу обалденное друзья место я тут лучи бегаю фармлю только в путь да кстати сколько спинозавра можно получить первосохника я вот так ни разу не разбирал этих гадостей но они меня достали мою рыбу ловить просто в край слышь ты блин кстати эти рыбы чего не рот что ли кстати смотрите а рыбы то не едят спинозавров такие вот пиранья ну как она прикольно тачки камушки ладенько я буду пока тут отстраиваться как говорится увидимся немного попозже акс без приключений как всегда решил ночью сбегать за дропчиком но не смог убежать от одного знакомого довольно забавного я вам скажу боишь он сюда прибежит сейчас и доставал Продолжение следует... 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 Правда, от этой имбовости не слишком много. Для начала нужно одного кренделя завалить. Ну, со вторым попробовать разобраться, да. Так, мне нужно на грудь и на голову. Да уж, веселенько здесь. Так. По ножке. Так, руки, руки, руки. Вот так. Голова. Вот так и грудь. На первое время хватит. Так, ну 12 патронов мне вообще не хватит. Это я сразу скажу. Ещё тут есть какой-нибудь запасик патрончиков-то? Место, конечно, у меня относительно спокойное. Хоть бы и. Но это всё относительно. Так, давайте-ка я вот так вот заряжусь. Надо вот с этим... Мне волнует по большей части этот спинозавр долбанный. Это вот мне точно волнует. Альфа-раптора-то я сейчас фиг с ним завалю. Чё бы хотеть к нему. Не проблема. Черепрекса скину. Вот видите, что получается с Альф. Довольно-таки, конечно, удобно. Но-но-но. О, ещё опыт получил. Как мне Альфа спинозавр-то загрызть? А вот это может быть проблемой. Хотя... Хотя на берегу... На берегу... Не должно быть с ним явное преимущество. Блин, я не знаю. Не забывайте, друзья. Я играю с модами. У меня может быть абсолютно всё. У него просто глаза светятся. Ага, так смотрите, сразу вода уплывает. Ах, этот гад в воде же хилится. Точно. Ты гадость-то какая, а? Хитрая. Да, это Альфа. Апекс про... Да вы чё издеваетесь? Это просто Апекс? Ё-о-о. Это как мне с Альфой тогда вообще нафиг справляться? Ха-ха-ха. О, вот это, блин, будет плохо. Так, объясню разницу. Альфа, Апекс, это разница примерно в три раза. Если кто не в курсе. Ой, блин. Это будто как бы... Бедово. Нет, что-то насчёт трупа не то. Я вам сразу скажу. Если бы я реально всё выложил, я такой дурак. У меня был запас... Нет, я реально всё выложил. Значит, я такой дурак. Сколько с него можно с этого Апекса получить, неинтересно. Всякого вкусного. Имбовым каким-то паром. Видите, вот сколько раз я по нему стрелял ружьём. Это... Притом, это ружьё практически любого динозавра может на тот свет отправить. Так. Давайте-ка посмотрим. Какие у него статы-то? 150 уровень, 20 тысяч ЕХП. 28 тысяч ЕХП. Хо-хо-хо. Некислоток, я вам скажу. Выносливость. ДПС какой-то жёсткий. Ё-хи-хи. Так, понятно. С оглушением я с ним даже баловаться не буду. Восемьдесят четыре тысячи, я дурею столько делать. Ой, всё. Ну такой мелкий, блин. А Раптор тогда хоть что даст. Фу. Напугал. Вот так, друзья, мы и здесь, я тут. Да ладно. Хе-хе-хе. Покилит фабл. Так, а чё я получил опять? Блин, не успел увидеть. Ладно, на записи посмотрим, чё я с него получил. Но походу, дело, я так полагаю, с него очень не кисло так всего получил. Вот примерно вот когда вот таких вот существ разматывали. Всякие рапторы там вот у меня наверху. Особенно было приятно, когда спинозавр вот этого альфа завёл. Его пытались альфа-кулу сожрать, как оказалось, он с их умини дружит. Вот он мне столько там всяких шмоток надавал. Я просто пришёл, там инвентарь заглянул, я довольно-таки обрадовался. Но про фукул, конечно, я тогда гораздо больше. Сколько у него жизней-то было? Одиннадцать тысяч. Наслевость. Ну, урон у него... Блин, у него скорость передвижения 100%, вы ещё прикололись? Я на подзелье где-то под 300 бежал с лишним, я от него бежать не смог. Ну, если у него эта скорость передвижения 100%, ядрить напополам. Ладно, эти шипы меня спасут. Надо ставить турельки, иначе меня здесь везде забудут. Я там уже начал готовить себе удобряшки опять. Но только вопрос. Том, здесь у меня что-то какие-то проблемы. Похуд, то ли с дождём, то ли ещё с чем-то. У него тут как бы не было ни разу. Зимой у меня снег был, точно. Засчёт дождя как-то нет. Да, вот прайма с него, конечно, тонно. Ей-богу, тонно. И сколько я с тебя выбью? Ну, почти 348 разделить на 3. Это 120-15 будет. 115 разделить напополам. Ну, считайте, почти 57 кусков вы выбьете в реале со статами 1. Так, кому интересно. Так, ладненько, побежал я дальше тут заниматься своим шипом. Строительством бегать, всякую фигню мутить. Ну, пока я на паузу нажму. Если ещё на что-нибудь нарвусь, это по-любому. Это гадалки не хотим. Паузу нажму. Паузу нажму.